Вот четыре камеры сердца. Врождённые пороки. Как будущей маме убедиться, что малыш развивается хорошо? Скажите мне, УЗИ вредно? УЗИ не вредно. И почему происходит аномалия развития плода? Главная причина всех врождённых пороков – это вирусы. Поэтому первый тримейстр беременности – это самое ответственное. Если ты красной кость заболел, всё, 100% надо убрать аборт. 100% глухота, слепота и порок сердца. Детская хирургия – миссия особенная. Как врачи Национального научного центра материнства и детства в Астане дают шанс на обычную полноценную жизнь самым маленьким пациентам с особенностями развития. Это очень деликатная операция. Мы хотим уменьшить для нововажной составной части органов девочки, чтобы не повредить её чувствительность, чтобы во взрослой жизни у неё не было проблем. Слушайте, ну это удивительно, что у нас есть хирурги, которые могут даже такие интересные и сложные вещи делать. Вы смотрите программу «Медицина КИЗ». Меня зовут Вера Захарчук. Мы здесь, как всегда, говорим честно о самом главном. Здравствуйте. 9 утра. Мы с оператором приезжаем в Национальный научный центр материнства и детства. Сегодня у нас запланирован день с детскими хирургами. Нас переодевают и сразу провожают в святая святых любой больницы. Оперблок. Здесь работа кипит уже с раннего утра. Все операционные заняты. Медсёстры одних маленьких спящих пациентов вывозят, других только завозят, прибодряя, что всё будет хорошо. Сейчас они заснут, а проснутся уже рядом с мамой. Тут анестезиолог смотрит на часы. Операция начинается, а в этой уже идёт второй час. Врачи много, что-то бурно обсуждают. Нам стало любопытно. Заходим. Здесь идёт мастер-класс. Специалисты педиатрической урологии и лапароскопической хирургии медицинского центра Томаса Джефферсона из Филадельфии, штата Пенсильвания, вместе с нашими урологами-андрологами проводят сложную операцию – хирургическую коррекцию аномалий развития половых органов у ребёнка. Да, есть такие врождённые патологии. Это редкие генетические отклонения, когда хромосомный и анатомический набор человека отличается от обычного для определённого пола. Такие патологии приводят к бесплодию, влияют на качество жизни человека и чаще несут социальные угрозы. На такого ребёнка могут косо смотреть в детском саду, бассейне, в школе. Такие врождённые пороки не касаются гендерной идентичности человека, но могут достаточно осложнить процесс определения себя. Поэтому такие оперативные вмешательства с разрешения, конечно, родителей делают в раннем возрасте. В 2-3 года, когда ребёнок ещё не осознаёт, что с ним что-то не так. Это очень редкое заболевание, с которым дети рождаются. Примерно это один случай к 25-20 тысячам новорождённых. Проблема патологии заключается в том, что у ребёнка отсутствуют некоторые ферменты, которые приводят к росту маскулинизации и нарушению уровня тестостерона. Вот конкретно у этой пациентки есть всё – матка, яичники. По развитию она девочка, но у неё из-за болезни половые органы и сформировались по мужскому типу. Это такая врождённая аномалия развития репродуктивной системы, при которой у девочки при наличии женских половых желёз развиваются вторичные половые признаки по мужскому типу. Это пример только одной вариации. До недавнего времени в СМИ и в повседневной жизни таких людей называли гермафродитами или третьим полом, что, как они сами говорят, их оскорбляет. Поэтому от этого определения отказались и правозащитники, и международные организации. На самом деле большинство людей с такой аномалией развития – обычные мужчины и женщины. Но в повседневной жизни они переживают множество трудностей и стрессов. Причина – в неготовности социума, их принятии, помочь. В обществе часто путают эту патологию развития сексуальной ориентации, хотя никакого отношения к третьему полу эта врождённая болезнь не имеет. Проявляется она по-разному. У кого-то смешанные половые признаки заметны уже при рождении, у кого-то их вообще нет, и проблема начинает давать о себе знать во время полового развития. А кто-то о своей болезни узнаёт во время генетического теста, когда из-за аномалии развития хромосом не может зачать ребёнка. Большинство о своей проблеме молчат и на косметические операции не идут. Но иногда хирургическое вмешательство необходимо из-за угрозы жизни. Или вот как сейчас. У девочки есть затруднения с мочеиспусканием из-за закрытой уретры. Потому операция более чем оправдана. Это очень деликатная операция. Мы хотим уменьшить длину важной составной части наружных половых органов девочки, чтобы не повредить её чувствительность, чтобы в будущем у ребёнка не было проблем во взрослой жизни, в качестве этой жизни. Если такую пластическую операцию ребёнку не делать, это может в будущем вызвать большие психологические проблемы. Мы перед операцией объясняем всё родителям, потому что это очень чувствительный вопрос. Если они отказываются, то мы её не делаем, по тому, как ребёнок вырастает и может быть против такого вмешательства. А вам за выслушку не заделали, чтобы идти операции? Да, можно. Да, можно. Но тогда уже сформируются психологические проблемы, и выполнить операцию будет сложнее. Много рисков. Рекомендуемый возраст для таких операций – 2-3 года, чтобы ребёнок ещё не особо осознавал проблему. Чем раньше будет скорректирован порог, тем лучше. Эти операции мы тоже сами регулярно делаем, но в этот раз мы увидели нюансы. Первый раз мы провели мастер-класс по поводу этого в 16-м году. Где-то в год в среднем мы делаем около 9-10 операций. Они тоже в Филадельфе где-то в 10-15 штук делают. К нам со всего Казахстана. В Казахстане на сегодняшний день данным операциям только наша клиника, наше отделение владеет. Лечение такого врождённого порока имеет два направления. Медикаментозная терапия – это гормоны, которые нужно принимать пожизненно, и хирургические операции. Заключаются они в проведении ряда реконструктивных вмешательств, иногда в два этапа. Первый, когда ребёнку около двух лет, второй – в период полового созревания. Слушайте, ну это удивительно, что у нас есть хирурги, которые могут даже такие интересные и сложные вещи делать. Своевременное и правильно подобранное лечение позволяет достичь прекрасных результатов. В пубертатном периоде важно особое внимание уделить психологическому комфорту. Объяснить ребёнку, что он просто не такой, как все, но ничего предусудительного в этом нет. Если же с проблемой сложно справиться самостоятельно, конечно, необходимо обратиться за квалифицированной помощью к психологам. А почему возникает такой порог? О, знаете, этот вопрос вам лучше задать врачу-генетику. Они все формируются во внутридном периоде, в первые три месяца, когда идёт заклад к органам. Любой порог формируется первым тримеем. Поэтому первый триместр берега – это самое ответственное. Предохраняться от вируса, гриппа, различных вредных факторов. Почему в Японии в первый триместр у нас отправляют последним, 36-ю неделю беременность, декретка? А в Японии в первый триместр они не выходят на работу. А они наоборот? А они наоборот. А там же безопасно. Вот, там безопасно же. Там надо больше двигаться, больше ходить. А в первые три месяца беременности ты должен не болеть. В таких коллективных местах надо поменьше, чтобы не заразиться вирусом. Главная причина всех выраженных пороков – это вирусы, простудные заболевания, грипп, есть краснуха. Если ты краснухой заболел, всё, 100% надо убрать аборт. 100% глухота, слепота и порог сердца. И само собой выраженный токсикоз. А если это генетика, дадут вирусы, не вирусы, мне кажется, всё, там слома. Это же, когда закладываются эмбрионы даже, там уже что-то происходит, правильно? Ты не сделаешь, как бы ты не берёгся. Конечно, конечно. Вы правы, вы правы. В мире, по данным ВОЗ, ежегодно рождается 6% детей с врождёнными пороками развития. Чаще это пороки сердца, на втором месте аномалии костно-мышечной системы и далее мочеполовой. Причины обычно связаны с генетическими аномалиями. В Казахстане в 2023 году родились более 4 тысяч малышей с врождёнными пороками развития, что соответствует пределам мировых показателей. У нас уменьшилось количество детей с врождёнными пороками развития, такими тяжёлыми. Есть пороки развития, которые легко компенсируются. Но это, наверное, всё благодаря скринингам. А вы знаете о всех скринингах, которые нужно проходить? Нет, не всё. То, что во время беременности нужно проходить 3 скрининга, вот это я знаю. А многие будущие мамы, к сожалению, этого не знают, говорят врачи и пропускают такие важные диагностические пренатальные процедуры. Женщины в интересном положении обязаны вставать на медучёт в срок до 12 недель беременности. В ультразвуковой скрининге основные существуют 3 в течение беременности. Первый – это в 11 недель-13 недель 6 дней. Второй скрининг – это 19 недель до 21 недели 6 дней. И третий – это 30-32 недели. Так, ага. Нужно не пропускать. Это обязательно. Женщина как, отказывается иной раз? Я бы не сказала, что отказывается. Скорее всего, наверное, они неинформированы, не все, наверное, знают, вот в какие сроки что надо проходить. Бывает, они приходят вот в сроках 15-14 недель, да? А уже первый скрининг пропущен. А почему важно не пропускать? Это очень важно. На первом скрининге мы определяем не только структурные аномалии, но и маркёры хромосомных аномалий. Маркёр – это предпосылки. То есть, если появился какой-то маркёр, мы отправляем на дальнейшую консультацию генетика, и генетики уже дальше обследуют на хромосомную патологию. У нас замкнутый цикл, например, узисты генетики выявили, хирург проконсультировал. При необходимости мы привлекаем более узкого профиля – это нейрохирурга, кардиохирурга. И если вердикт – да, это уже не передрадим, не корригируется порог, тогда пациент только в этом случае отправляется на прерывание беременности. Мы понимаем социальную напряжённость. Если ребёнок родится, к сожалению, инвалидом в семье, это мало хорошего от этого. А если, допустим, наша медицина не бессильна, этот порог откорригируется, то мы будем рады помочь это паре родить. Скрининг при беременности безвреден как для мамы, так и для малыша. Это довольно точное исследование, хотя следует чётко понимать, что оно не даёт стопроцентной гарантии. Его точность зависит от многих факторов – профессионализма исследователей, соблюдение женщин, правил подготовки к ним. Бывают пороки трудной диагностировки, которые, в принципе, невозможно увидеть. И пороки, которые с поздней манифестацией называются, которые проявляются позже. Вы как к УЗИ относитесь? Нормально, хорошо. У вас не было таких? Ой, УЗИ вредно. У нас с семьи все медики, поэтому я понимаю. Скажите мне, УЗИ вредно? УЗИ не вредно. Уже научно доказано, что нету вредности. Если говорить объективно, то на сегодняшний день утверждение о вреде УЗИ для эмбриона имеет статус неизученного. Врачи не советуют лишний раз, без всяких показаний, проходить данную процедуру, но, тем не менее, считают обязательным его проведение как минимум 2-3 раза на протяжении всего срока беременности. Честно говоря, будущих мам больше пугает не УЗИ, а более сложные методы пренатальной диагностики, уже инвазивного характера, которым приходится прибегать при подозрении на развитие каких-то патологий у плода. Пренатальная инвазивная диагностика – это берется биоматериал плода. В зависимости от срока берется разный биоматериал. Вообще, сама процедура взятия материала выглядит внешне одинаковой для пациента и врача, но в зависимости от того, какой биоматериал берется, методы имеют разные названия. При хориальной биопсии берут ткань плаценты на ранних сроках, при кордоцентезе исследуют кровь, взятую уже из пуповины, чаще проводят амниоцентез, когда для диагностики берут околоплодные воды. Метод называется «флюросцентная гибридизация инсиду» или ФИШ-метод. Такой тест помогает исключить более 90% хромосомных патологий у малыша в очень короткий период времени. Вообще, чем отличается ФИШ от стандартных цитогенетических обследований, когда мы плодный материал околоплодной воды берем и обследуем на 5 генетических амниооплойди и можем выдать анализ уже в течение 48 часов. Синдром Дауна, Эдвардса, Потауше, Шестко-Тернера и Кленфильтра. Околоплодные воды представляют собой жидкую среду, в которой развивается плод дородов. Она выделяется амнионом – одной из околоплодных оболочек и состоит из воды, питательных веществ, гормонов, частиц кожи и продуктов метаболизма будущего ребенка. Так как состав амниотической жидкости обусловлен физиологическими процессами будущего ребенка, по нему можно судить о состоянии его организма, что и делают генетики. Берется количество материала, от срока беременности все зависит, от 4 до 6 мл околоплодных вод. Берется тоненькой иголочкой. То есть, по сути, вы все равно прокалываете? Это как бы вагинально? Нет, это делается все трансабдоминально, все через живот. Вот. Слушайте, это какая-то толстая игла. Ну, я так тут… Это сам проводник, катетер, да, мы называем? Да. А вообще иголочка, вот она. А, она еще потонь. Еще, когда вот так вот смотрит беременная женщина, которая трепетно относится к своему плоду, ей говорят, что вот этим вот иголочкой, тонкой-тонкой, мы проколим живот, наверное, паника. Да? Да-да. Что, как уговариваете? Мама должна понимать, что это не страшно. Стоят доктора, которые это делают постоянно, что достоверность данной диагностики 99%, и чем идти на более большие риски или хотя бы быть готовой к рождению ребенка с хромосомной патологией, эта диагностика того стоит. Это такой же анализ, как вот вы сдаете кровь с веной. Мы же ребенка не касаемся. Мы проходим только стенку матки, получается, попадаем сразу в полость матки, берем околоплодные воды, то есть плод сам, плацента или хорион, пуповина малыша, плод сам не задевается, стеночка проходит. Но мы должны с вами понимать, что риски осложнений составляют всего лишь 0,5%. То есть это намного ниже, чем, допустим, при кордоцентезе. Поэтому мы всегда женщинам объясняем, что нужно уложиться нам в сроки с 16 по 19 неделю. И снижаются риски. Бывают такие случаи, когда мы думаем, что это совершенно другая хромосома, которая не входит в фиш-диагностику. Мы предлагаем такой более расширенный, посмотреть метод и взять другую ткань, допустим, плаценту, чтобы посмотреть на все 46 хромосом. Но плацента – это тоже не плод. Бывает, женщина приходит, когда у нас есть уже изменения в 11 недель, и женщина не хочет ждать 16 недель, чтобы взять околоплодные воды. И мы проводим уже хорин-биофси в те же сроки на той же неделе. В 11 недель выставляем диагноз. Когда захожешь в околоплодные воды и не трогаешь плод, риски снижаются. Когда трогаешь, они немножечко увеличиваются. Есть и другие безопасные методы исследования, когда можно диагностировать нарушение числа хромосом у плода без страшных проколов живота будущей мамы. Например, неинвазивный генетический тест, который делается просто по крови матери. При этом его точность гораздо выше, чем у биохимического скрининга беременных. Но мы должны с вами чётко ограничить о том, что мы с вами говорили. Инвазивная пренатальная диагностика – это доказательная медицина. То есть на основании которых уже у беременной будет возможность прервать без переподтверждения беременности, если вдруг подтверждается. Неинвазивный пренатальный тест, то есть когда тоже выделяется ДНК малыша, у них есть свои нюансы, понимаете? То есть они не могут видеть мозаичные формы, они недоказательные идут. Это всё-таки ДНК выделено через плаценту. Это является скринингом высокой достоверности. Вы же сами понимаете, по скринингу ни один мир не прерывает. Пренатальный скрининг очень важен, и пренебрегать им не стоит. Вовремя выявленные патологии отклонения от нормы могут спасти жизнь и здоровье вашему ребёнку. Об этом стоит помнить, особенно тем родителям, которые отказываются от обследования, и страха узнать о том, что развитие малыша идёт не по плану.